Если бы не было практической жизни с Богом, она бы меня не интересовала. Чем моя жизнь отличается от жизни обычных людей? О каждом человеке Бог имеет грандиозные планы. Читая Библию, складывается впечатление, что Бог говорил прям вот напрямую. Очень много шумов в их жизни. Как можно слышать голос Божий в своей жизни? Сегодня вопрос стоит, что готов ли я откликнуться на голос Божий? Приветствуем, дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы общаемся на тему «Как слышать голос Бога в своей жизни?». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, очень искренний христианин, спикер, миссионер Виталий Пилипенко. Виталий, привет! Да, Олеж, спасибо за приглашение. Здравствуйте, зрители. Я рад, что есть возможность такая пообщаться, познакомиться ближе. Да, Виталик, мы с тобой, ну, не близкие друзья, но познакомились достаточно давно и имели классное общение. И я сразу при первой встрече понял, что ты человек особенный, вот говорю как есть. Человек особенный, с особенными отношениями с Богом. Но, признаться, люди даже в христианской среде на таких, как ты, прости, что я так вот, да, смотрят немножечко так вот с неким благоговением, трепетом и непониманием до конца. Ну, как, ну, ну, как-то уж слишком оно странно. А, возможно, некоторые думают, или наиграно, что ли. Ну, вот, как можно слышать голос Божий в своей жизни? Давай так. Прямой простой вопрос с прямым простым ответом. Ты знаешь сто процентов волю Бога о своей жизни? Ну, знаешь, здесь очень интересно, Олеж, отметить, что на данный момент, вот, каждодневно, я стараюсь, не то, что я знаю до конца жизни своей, но каждое утро я стараюсь понять Божий замысел относительно моей жизни на сегодняшний день. Вот это я стараюсь понимать. И опять же, в свете сегодняшней темы, да, это же не просто, ну, ты сразу все понимаешь. Иногда ты идешь верой, движимой определенными обстоятельствами, определенными принципами, которые есть принципы слышания голоса Божьего. Они проверены, это не просто теория, а это практика. И вот тоже такой момент, вот, я тоже хотел об этом упомянуть, когда я готовился к этой теме, что есть люди-теоретики, ну, вот они там, может быть, как-то занимаются теориями. Я, мне теория, теория, мне неинтересна, мне интересна практика. И вот христианстве мне нравится именно практическая жизнь с Богом. Если бы не было практической жизни с Богом, она бы меня не интересовала. Само христианство или вообще религия как-то не интересовала бы. Но благодаря тому, что у меня есть живые вот эти отношения с Богом, постоянные, вот это меня вдохновляет, вот это мне нравится, и поэтому я христианин, и поэтому я занимаюсь этим служением, которым занимаюсь. Здорово. Ну, видишь, это очень ценно. Люди это очень сильно любят. Они как раз к этому и стремятся. Сейчас вообще у людей аллергия на понятие религии, но мы сегодня об этом не будем общаться. Но говорят, вот, не религиозный человек, а верующий человек. Стремятся к чему-то такому живому. Хорошо. Скажи, можно ли на основании Священного Писания быть убежденными в том, что у Бога есть воля особенная на жизнь каждого из людей? Или это что-то надуманное верующими людьми, которые стремятся к чему-то такому близкому, когда мы говорим о Боге? Да, вот я как раз тоже понимаю, что на самом деле очень важен источник, откуда мы можем быть уверены, что точно ли это Бог говорит от Бога, это ли не от Бога. И для меня, как христианина, в первую очередь, это основание моей веры, это Библия. И вот я ищу в Библии подтверждение. Если мне приходят какие-то мысли, какие-то решения в своей жизни принять, я сравниваю, насколько точно об этом говорило Писание. И вот такой известный текст, Иеремия 33 глава, 2-3 стих, когда Бог говорит. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. То есть Бог заверяет каждого человека, что если человек найдет время для того, чтобы задать Богу вопросы, Бог найдет возможность для того, чтобы дать человеку ответы. И для меня вот находить ответы, я таким образом только и нахожу. То есть в свете Слова Божьего, в свете Писания, Библии, есть ли подтверждение того, что те мысли, которые мне приходят, или какое-то побуждение, оно соответствует Божьему замыслу. Потому что по-другому человек может заблуждаться. И, знаете, есть же такое заболевание шизофрения, когда человек сам с собой разговаривает, какие-то мысли приходят. И как попасть в ситуацию, чтобы не оказаться именно в таком, скажем так, состоянии человека? Для меня, конечно, важно является понимание Библии, как я изучаю. Вот я именно слышание голоса Божьего, я такую иллюстрацию привожу, чтобы было понятно. Мы, может быть, так и перейдем, если можно, позволь, ждали. И что именно как раз и получается, как понимать, что это точно от Бога или не от Бога. Мне нравятся такие иллюстрации, пример жизненный. Мой папа рассказал, когда закончил школу, и в армию его забрали, у него был очень плохой почерк. И вот его почерк, он такой, ну как медицинский называют его почерк, когда там написано так, что не разберешь, что он там написал. И когда папа уходил в армию, он молился о том, чтобы у него была возможность заниматься изучением Библии. Он сам христианином был в советское время, там не просто это было, вообще считается нереальным это было. Когда он оказался уже в армии, когда он там служил, так получилось, у него специальность была радиотелемеханик. И он был один вообще на призыве с такой специальностью. Ему выделили отдельно кабинет, ему дали ключи. И в то время, когда у всех там какие-то военные были всякие учения, то он в это время приходил, занимался. У него было время для того, чтобы молиться, писать, ну записывать слово Божие. И вот у него как раз пришла идея исправить свой почерк. Вот этот кривой такой, неровный почерк. И он занимался чем? Он выводил старательно, старательно эти буковки, одно за одно и одно за одно. И в итоге наступил момент, когда он уже все, был готов написать письмо. И он пишет письмо своей маме, ну моей бабушке. И он пишет ей письмо, что «Здравствуй, мама, у меня все хорошо, служу, там все прекрасно». И когда она получила письмо его, в ответ он получил от нее уже теперь письмо. И она пишет «Сынок, что произошло с тобой? Кто вместо тебя пишет письма? Я вижу, что, видимо, у тебя какая-то травма там с руками, не скрывает от нас ничего, говорит, что как есть». И он дальше своим почерком обычным, он ей пишет «Мама, у меня все в порядке?» Она смотрит «О, живой, здоровый, все нормально». И вот идея в чем эта история? В том, что если мы не знаем почерк Бога, то нас будет легко обмануть. Ну вот голос, ну, например, твоей супруги, да? Я его не узнаю, потому что мы с ней, ну я ее видел там пару раз, да? А ты, например, голос моей жены можешь не узнать, если она по телефону позвонит. Но зато мы, ты отличишь голос своей жены от тысячи других голосов, и я отличу голос жены от тысячи других голосов. Если у меня будет практически жизнь, вот со Христом, если я буду ежедневно изучать Писание, то тогда, когда я услышу голос какой-то чуждый, я пойму, что это не от Бога. Христос сам, он говорил, он говорит, что овцы мои знают мой голос, и когда слышат мой голос, идут за мной. А если чужой голос, то они убегают от него. Потрясающе, да, параллели. Мне все очень нравится, вдохновляюще и логично. Но мы так говорим о голосе Божьем, будто о голосе жены. Знаешь, я понимаю, что это как бы символизм, параллель. Но люди слушают и думают, так отличить голос Бога от кого-то другого — это еще хорошо. Это отдельная важная тема. Но в принципе хотя бы услышать его, хотя бы в первый раз, ну как это Бог ко мне может проговорить? Я приведу пример. Например, книги есть замечательные, суперклассные. У нас они даже в аудиоформате есть на канале Абстрим Аудиокниги. Там десятки тысяч прослушиваний этих книг. Джим Хонбергер, «Прибежище в Боге». Классно, все слушают. Он там рассказывает, что он прям Бога слышит, что он там ему рассказывает, куда идти, откуда убегать. Или миссионер-пилот, там, Дэвид Гейс, да. Он такие вещи рассказывает, что буквально там в туалет он вышел, чтобы помолиться, и там ему пришел ответ от Бога конкретно. Он приходит и рассказывает. Но люди слушают, обычные христиане, назовем их так, простите, надеюсь, никого не обидел. Говорят, ну это же какое-то сверхъестественное, чего мне не постичь. Мне это неведомо. Я молюсь куда-то, верю, что к Богу эта молитва доходит. Но обратно я ничего не слышу. О каком голосе Бога мы вообще сейчас говорим? Ну, я понимаю, да, вот это очень хороший вопрос. На самом деле я тоже сталкивался с тем, что когда я слышал опыты таких людей, я задавал тот же самый вопрос. Как он может так слышать, а я не слышу? В чем разница? Я христианин, он христианин, мы читаем одно и то же писание. Но почему он слышит, а я не слышу? И ответ я нашел для себя. Ну, есть тема, у меня здесь мой канал, Филипенко Виталий, там можно посмотреть. Я конкретнее разбираю эту тему, но в двух словах я расскажу. Что то же самое, каждый человек, я на самом деле чувствую себя, считаю себя счастливчиком и любимчиком Бога. И я это не стесняюсь говорить, потому что реально, ну, следующая тема, да, мы будем говорить потом, как-то запишем по поводу опытов с Богом, чудеса в жизни. И я скажу, что вот эти чудеса в жизни, которые происходят, вот это подтверждение твоего вот этого водительства Богом. И вот это вот, что мне больше всего нравится, что любимчиков у Бога достаточно, и каждый человек любимчик Бога. И вот каждый человек, вот зритель, да, который подходит к зеркалу, видит себя, вот ты любимчик Бога. Но вопрос в том, что на самом деле ты хочешь ли этих отношений с Богом или нет. И я вообще провожу семинары, тему именно, слышание голоса Божьего в своей жизни, и там очень интересно, можно по принципам научить человека слышать голос Божий. Самая большая проблема будет в том, чтобы откликнулся человек на голос Божий. Есть такое выражение очень красивое, да, когда говорят, что для человека чудо, когда Бог отвечает на его молитвы, а для всей вселенной чудо, когда человек откликается на голос Божий, когда Бог его о чем-то просит. Вот насколько в моей жизни есть вот это чудо, да, когда я откликаюсь на голос Божий. Ну и вот конкретно на твой вопрос отвечая, да, каждый человек, наверное, была ситуация, когда с кем-то ты ссорился. Это самый такой классический пример, вам проще всего понять, да, когда ты с кем-то поссорился, обиделся на кого-то, и ты такой обиженный, и в какой-то момент тебе приходит мысль такая, подойди там, извинись перед человеком. А думаешь, да что я буду извиняться? Пусть он ко мне подойдет, извинится. И такая опять мысль настольчивая, подойди. Вот это Бог говорит к человеку. Он заинтересован в том, чтобы мы были счастливы по-настоящему. И ты ходишь вот с этой обидой, пока ты не подойдешь, не попросишь прощения, эта обида, она тебя будет съедать изнутри. Человек, может, даже уже забыл про это, а ты страдаешь. Но когда ты подойдешь к человеку и скажешь, послушай, ты извини мне, я там погорячился, там что-то не то сказал. В этот момент что происходит чаще всего? Человек говорит, да слушай, да ты меня прости, это я там виноват был. Я скажу, что есть прожженная совесть. Когда человек, вот он не слышит этот голос совести. Почему? Потому что он постоянно шел против голоса Божьего. И такая есть тоже пример из моей жизни. Я расскажу такой краткий. Когда я работал в Москве в свое время, у меня оказалось, ну, тоже такой чудесный опыт, как я оказался в Москве, я как-то расскажу тоже. Хотя, ну, я не знаю, может быть, это, наверное, в следующей теме. Но сам факт. Я оказался в трехкомнатной квартире. Мне предложили пожить. Трехкомнатная квартира с евроремонтом, все обставлено, все чудесно. И рано утром я стою на колени, а у меня еще окна выходят в парк, там березы, сосны. Я смотрю, такая красота птички поет. Я молюсь и говорю, Господи, слушай, я так благодарен тебе. Ты так позаботился, у меня такие условия создал для жизни. И мне хочется тебя отблагодарить. Я думаю, как можно отблагодарить Бога? Бога все есть. Он всемогущий творец. Это он все создал. Я думаю, что же можно, чем его порадовать? Я вспоминаю, что ради чего пришел Христос на нашу землю? Чтобы спасти погибающего человека. Он очень любит людей. И если я кому-то сегодня расскажу о любви Христа, то наверняка ему будет приятно это. Я думаю, боже, давай я сегодня кому-нибудь расскажу о твоей любви. Ну и так настроился, все, думаю, я сегодня обязательно расскажу. И весь день я проносился по Москве. Там у меня были сделки, там переговоры. Но не было возможности так лично пообщаться с человеком. Все такое на уровне таких очень, ну скажем так, деловых отношений. То есть личного контакта такого не было. И так как в Москве очень много пробок, так же, как и в Киеве, то легче на метро перемещаться, чем, ну, бывают случаи, когда особенно час пик. Я на метро ехал, возвращался на метро, захожу в метро, затолкался в эту электричку. И в этой электричке все как селедки прижатые. Едем там, трясемся. В какой-то момент кто-то встает, а меня затолкали прямо на место. Я сел, сижу, ноги гудят. Я думаю, слушай, как же здорово вообще. Слава Богу, что я там сел, наконец-то сижу. И думаю, что как мне отблагодарить Бога тоже? Я каждый раз вот задаю себе этот вопрос. Как я могу отблагодарить Господа? Думаю, ну, почитаю Библию. Знаешь, оно же будет внешне видно. И знаете, я такой еще как набожный фарисей. Я открыл Библию, чтобы все ее видели. Вот сижу читаю. А вот, видите, вы там стоите, а я вот тут сижу, потому что у меня же Библия, христианин. Читаю, читаю. В какой-то момент я поднимаю глаза, передо мной стоит женщина. И мне такая мысль, уступи ей место. Ну, я так посмотрел на эту женщину. Ну, не сказать, чтобы она пожилая. Знаешь, старушка какая-то там. Обидится еще, да? Ну, я же так и подумал. Абсолютно верно. Я думаю, я сейчас встану, она скажет, что вы молодой человек. Я как бы вполне еще, скажем так, постою, силы есть. Я начал себя продумывать. Зачем как бы и вступать в место? Мне ехать до конечной, наверняка скоро выходить. У нее такая сумочка, ну, как женская, она такая небольшая. А мне, ну, как килограмм 10, это самое необходимое. Мне еще, если я встану, думаю, я не смогу Библию читать. А то я сижу, мне до конечной ехать. Я думаю, все, мысли надо сосредоточиться. На главном, на духовном надо сосредоточиться. Я так Библию повыше и сижу, дальше читаю. И вот, когда я уже приехал домой, вечером молюсь перед сном. Говорю, Господи, я так благодарен. Ты так заботишься обо мне, все даешь, благословений столько. Так хочется тебя отблагодарить. И сегодня я хотел отблагодарить, но не было возможности кому-то рассказать о твоей любви. И мне такая мысль приходит. А вот эта вот женщина, я же просил тебя, чтобы ты место уступил. Я говорю, как, Боже, это ты просил? Да если бы я знал, что это ты, Боже, просил, я бы ее даже посадил. Если бы она не хотела, я бы ее посадил. Но мне такая, ну, я думал, знаешь, я говорю Богу. Ты знаешь, Боже, я думал, что это мне пришла такая мысль. Сначала одна мысль, что уступить, а потом вторая мысль, разумная такая. Да зачем мне уступать, она постоит. И вот здесь Бог дал мне урок, который я запомнил на всю жизнь. Я хочу, чтобы это и зрители наши тоже запомнили. Вот такая, дословно говорю, такая приходит мне ясная мысль. Запомни, сынок, в тебе нет ничего доброго. И когда тебе приходят добрые мысли сделать кому-то добро, это точно не с твоего эгоистичного сердца. Это я прошу тебя сделать. И я для себя принял решение. Всякий раз, когда вот в моей жизни будет что-то такое, что нравится с Богом, оно где-то нелогично. Вот Бог, Он будет такие вещи совершать в нашей жизни, побуждать нас сделать, что такое, казалось бы, вообще нелогичное. И у меня много опытов есть, когда я там еду на машине. Ну, просто уже, как вы говорите, ну, просто в примерах, наверное, будет нагляднее человеку, понятнее. Я еду на машине, я принял решение с того времени, что если вдруг будет побуждение сделать кому-то добро, я буду воспринимать это как голос от Бога. Я еду на машине, я проезжаю рано утром, еду в сторону, я в Абхазии живу, в сторону России еду. Там таможня, граница, я стараюсь побыстрее проскочить, потому что сзади много машин, гоняю одну, вторую, третью. И вот я еду на скорости и вижу, что на обочине стоит женщина. И она, даже бабушка стояла, даже ничего не сделала. Она не махала, не останавливала никого. Просто я вот проезжаю и мельком ее увидел. Мне такая мысль, надо бы подвезти эту бабушку. А я еду на скорости, еду. Я думаю, ну, в следующий раз надо будет, она махнет, остановлюсь, а так она же ничего не... А мне такая мысль, нет, надо ее прямо сейчас подвезти. Я думаю, ну, что мне сейчас подвезти, может, ей не надо. Она, может, вышла там, кого-то встречает, ждет кого-то. Мне такая мысль, ее надо подвезти. И я понимаю, что я сейчас борюсь не сам с собой, а я пытаюсь Богу объяснить, что это не надо. Но я же уже принял решение Богу покоряться. Я говорю, хорошо, Боже, ладно. Я, знаешь, с болью в сердце включаю поворотник, прижимаюсь к обочине. Одна машина, вторая. Мне каждый раз, знаешь, как ножом по сердцу, что вот они, я за ними стоять буду. Они проехали, я разворачиваюсь на трассе, еду обратно, подъезжаю возле этой бабушки. Так она и стоит на этой обочине. Я разворачиваюсь возле нее, останавливаюсь. Говорю, здравствуйте, вас не подвезти? Она мне говорит, слушай, да тебя прям Бог мне послал. Я говорю, именно Он и послал. Потому что я бы уже давно на границе бы стоял, но из-за того, что Он меня послал, я его забираю. И вот когда я уже ее подвозил, знаешь, мы с ней разговаривали, она говорит, а знаешь, что ты меня подвозишь? Я говорю, почему? Она говорит, потому что я очень божья дочь такая, меня Бог очень сильно любит. Я говорю, да, здорово, почему? Как вы так понимаете? Она говорит, ну я много жизни помогала людям, я делала много добрых дел, поэтому Бог меня любит, и за это Он меня благословляет. Я говорю, ну вы знаете, что ваши добрые дела, они не дадут вам вечности. Она говорит, как это не дадут? Я говорю, ну на самом деле добрые дела, они не приближают нас к Богу. Мы приобретаем спасение только по вере. И эта женщина говорит, подожди, а что, я зря тогда делаю? Я говорю, нет, вы не зря делали, вы откликались на Любовь Божия, но это вас не спасает. И знаешь, мы с ней когда разговаривали, она говорит, тогда что же спасает? Я говорю, спасает только вера в Христа. И для нее это пожилой женщина. Может быть, ради этого мы с ней встретились. Я не знаю, много таких случаев бывает, когда Бог проводит такими путями. Но в принципе, слышание голоса Духа Святого начинается с отклика на голос совести. Если человек не будет откликаться на голос совести, а в чем прелесть, что я не знаю, что тебя Бог побуждает, совесть твоя, о чем она тебе говорит? Ты не знаешь, почему меня Бог побуждает? Мы не можем друг друга судить и не должны судить друг друга, но каждый должен поступать по своей совести. Вот это апостол Павел об этом говорит, каждый живет по совести. И вот жизнь по совести, это подразумевает откликание на голос, когда что-то тебя побуждает сделать добро, когда ты даже не собирался и не думал об этом. Здорово, здорово. Давай на секундочку буквально коснемся вопроса, почему Бог сегодня не говорит с нами так, как говорил в Ветхом Завете со своими пророками, потому что мы не знаем до конца, как это было, но читая Библию, складывается впечатление, что Бог говорил прям вот напрямую. Пророк слышал, отвечал, это было не столь часто, но это было. Как думаешь, почему сегодня Господь переменил схему общения с человеком и не делает это напрямую вот так вот, чтобы я слышал Бога, как слышу сейчас твой замечательный голос? Спасибо, это про замечательный голос. Ну, знаешь, на самом деле вот оно не обязательно слышать голос, как вот голос твой, мне, например, чтобы голос Божий понять. Для меня вот, я понимаю, откровением было, когда раз я слушал Дэвида Гейтса, для меня было откровение, когда он говорил о том, что он слышит четко голос Божий, и он раскрывал какие-то принципы основные. И вот он упомянул момент, что многие христиане сегодня, они не слышат голос Божий, потому что очень много шумов в их жизни. Очень много там фильмов, очень много рок-музыки, очень много там порнографии, еще чего-то. Будучи христианами, они как бы думают, что это значение не имеет в отношении с Богом. И вот он говорил о том, что если убрать вот этот мусор, то ты начнешь четче слышать голос Божий. Я, будучи христианином, решил испытать это. Я поубирал весь мусор, и об этом есть целая тема, мне тоже об этом говорю. И в опыте я убедился в этом. И Бог, знаешь, вот интересно, Христос разговаривал, когда с Никодимом, он упомянул такую фразу, он говорит, что так бывает со всяким рожденным свыше, что слышишь голос, не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, как дуновение ветра. Вот это сравнение такое, как дуновение ветра, да, он тихое дуновение ветерка. Это не какой-то громкий клич. Как ты помнишь, да, история с Ильей, когда он пришел, убегал, убегал, пришел на эту гору, Бог с ним начал общаться, и сначала там буря, огонь, но не в этом был Бог, а тихое дуновение ветра. И вот я убедился в том, что Бог общается с нами тихим дуновением ветра. И чтобы слышать этот голос, я вот для себя принял решение, я уберу все лишние шумы. Я не буду допускать в своей жизни лишних шумов, чтобы они заглушили голос, потому что я очень дорожу его мнением. И мне очень важно, чтобы быть всегда с ним на связи. И я стараюсь сделать это в своей жизни. Я делюсь этим опытом с людьми. Люди потом мне расскажут, что у них начинают перемены в жизни происходить, когда они попробовали. Ты знаешь, как вот я такой недавно буквально пост предложил сделать, да? Пост, перестаньте смотреть телевидение, там буквально фильмы, мультфильмы, там рок-музыку, хотя бы один месяц. Не смотрите новости, не лазите вот в чатах всевозможных, в соцсетях, там название даже, соцсети, сети, то есть тебя как будто ловят в эти сети, да? И попробуй хотя бы месяц просто пожить вот именно, почитай духовную литературу, произмысляй, поедь на природу, семью куда-нибудь. Вы настолько четко начнете слышать голос Божий, что не нужно будет, чтобы, знаешь, голос с неба был, чтобы там стены тряслись. Достаточно будет того, что ты будешь вот как... Ну, знаешь, как вот... Мне нравится такое сравнение, об этом Дэвид Гейст это сказал. Он говорил, что как командир, когда говорит своим солдатам, ну, представь, спецназ, да, какой-то там, самый высокого уровня, да, спецназ. И когда там командир говорит что-то, он два раза не повторяет. Только его голос услышали и выполняют. Вот то же самое в отношениях с Богом. Когда мой командир говорит, для меня это честь выполнить то, что он мне говорит. И таким образом мои отношения улучшаются и укрепляются. И с каждым днем мне становится яснее и четче, понятнее голос Божий. Но если я начну препятствовать, ну, Бог мне будет говорить, я не буду делать, то это придет к тому, что я перестану вообще слышать его голос. Это так же самое, как бывают дети до дома. Родителям что-то говорят, они сидят заняты там за компьютером, за телефоном. И родителям говорят, 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 он не слышит ребенок. Что, родители не говорят? Или они хуже стали говорить, чем раньше говорили? Да нет, так же, просто ребенок отвлекся. И вот нам важно помнить, что дьявол делает все, чтобы погубить нас. А он нас может погубить, если мы перестанем слышать голос Божий. И вот тоже, если позволишь, да, один вот текст, который мне позволяет отличить голос Божий. Исаия, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь за законы и откровения. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Мы сегодня вообще живем в конце мировой истории. Я так верю, что это конец мировой истории. И слово Божие говорит о том, что дьявол попытается исказить закон Божий. И вот слово как раз, вот если мы будем обращаться к этому тексту, Исаия, 8, 20, мы сможем разоблачить Антихриста, который придет в власть Антихриста, вот эта система вся. Если мы будем с вами, потому что говорится, обращайтесь за законы и откровения. Именно против закона будут идти речь, именно против субботы. Я понимаю, что, ну, разная аудитория. Я понимаю, что я, мои взгляды, я строю на Писании. Я не стараюсь подстраиваться под какую-то религию, да. Для меня важно, что говорит Господь. Но Его мнение — это Писание, и оно неизменное. Я так понимаю. Если допустить мысль, что Библию можно там где-то дописали, где-то там что-то лишнее написали, где-то не то, где-то все, то тогда у тебя не получится. У тебя не будет твердого основания. Я свое твердое стою на Писании. Ветхий, Новый Завет я принимаю как есть. И я на основании этих текстов библейских, историй библейских, я могу понимать, как Бог ожидает, чтобы я действовал. Смотри, давай поговорим тогда о принципах. Я так понял, один принцип мы уже озвучили очень четкий. Это убрать со своей жизни весь мусор, и тогда ты будешь лучше слышать голос Божий. Это классно. Сто процентов отработать. Не так просто это осуществить. Не так просто откликнуться на этот челлендж. Еще какие есть принципы дополнительные, чтобы отчетливее слышать голос Бога? Ну, я бы даже далее лишь поправил, что первое, самое основное, это все-таки Слово Божье. Потому что если мы не будем изучать Слово Божье, то почерк Божий, если мы не будем знать, то остальное оно все бесполезно. Ну как, не то, что бесполезно, просто знаешь, как вот интересно сказал Христос притчу, когда он говорит, если вымести из дома, и выйдут семь бесов, ну там один бес выйдет, но если его не заполнить ничем, то семь злейших войдут, и они заполнят. Поэтому если у нас изначально мы не будем заполняться Словом Божьим, если мы не будем анализировать Писание, как это относится ко мне, и вот принцип первый, да, Писание. Да, и, кстати, здесь это маленькое примечание со своей стороны. Помнишь текст очень известный, понятный, что когда тебя призовут на суд, то ты не волнуйся, что говорит тебе, Дух Святой напомнит. И вот интересно, по сути же, речь идет не только о суде. Дух Святой будет напоминать в разных жизненных ситуациях. Но тут ключевой момент, что не расскажет, не впихнет тебе в эту голову сейчас вот так вот сходу, а напомнит. Напомнит — это означает, что ты что-то уже проходил, да? И вот почему очень важно. Ты порой думаешь, ну я столько, ну я хорошо, я буду читать Библию, столько текстов, но я все равно ничего толком не запомню там. И бывает такое, что ты прочитал даже вечером, ложишься спать и думаешь, о чем я там прочитал. Но в этом интересный секрет, нюанс кроется, что мы можем в бытовухе даже что-то подзабыть. Дух Святой обязательно напоминает в разных жизненных ситуациях. Ты с чем-то сталкиваешься, да? Тебе хоп, текст из Писания какой-то. И это действительно работает. Это интересно. Да-да, абсолютно верно. Спасибо. Вот эта подметочка, ну как скажем, тот текст, что когда будут в нашей жизни какие-то события происходить, однозначно мы должны анализировать их в свете Слова Божьего. И оно будет тогда нас подтверждать, либо наоборот будет, ну как скажем, уводить. Второе, вот тут как бы из принципов, да, если говорить вообще, вот принципы правильнее было бы сказать, что Слово Божье. Второе — это впечатление Святого Духа, водительство Духа Святого. Есть такой предмет, Бог призывает тебя. Я вот как раз эту тему провожу. Это как раз предмет слышания голоса Божьего. У нас есть школы медико-миссионерские, на которых мы обучаем людей, как понимать водительство Божьего. Потому что чем бы ты ни занимался, вот я скажу даже и особенно, если ты служитель Божий, то ты должен в первую очередь слышать голос Божий. Потому что если ты не слышишь его голос, то это катастрофа будет. Это просто, ты не будешь счастливым человеком по-настоящему. Это можно делать, как, знаете, вот есть рутинная работа. Люди ходят на работу, на завод куда-то, и они не испытывают радости, но они за зарплату работают. Или человек, который просто работает, он даже за зарплату не думает, потому что он любит свое дело, и он выполняет его. И вот я счастливый человек, потому что раньше я работал по большому счету чаще всего из-за зарплаты. То есть я когда устраивался на работу, да, мне нравилась работа, я работал в разных сферах, ну, и там бизнесы разные занимались. Но все-таки вопрос основной был у меня, какая будет зарплата, какая прибыль, что я с этого поимею. Получаю я больше прибыли или меньше? Я понимаю, что если я могу какой-то бизнес, занимаясь бизнесом, еще больше получать, то я лучше буду заниматься тем бизнесом. Какой смысл мне там тратить время? Хотя есть люди, которые любят там ради удовольствия, да, что-то делают. Но в целом каждый человек понимает, что он живет на этой земле, надо как-то обеспечивать семью и так далее. И в принципе, как бы основное, это как что я с этого получу. Так вот в отношениях с Богом по большому счету важно понять, что если я не слышу его голос и не живу в соответствии с его замыслом, то это будет как на работу я буду ходить, даже будучи служителем, пастром, или кем бы я ни был, да, просто буду выполнять, не понимая, чего он от меня хочет. Основные я понимаю задачи, да, там дали мне, расписали в уставе, что я должен делать. Но если я каждодневно не буду в одним Духом Святым, когда он меня будет направлять, вести, ну, таких вот иллюстраций, да, когда Бог пробуждает и побуждает что-то сделать. Ну, приведу пример такой. Как раз вот именно служители, да, вот когда ты думаешь, что вроде, а почему Бог сегодня не совершает каких-то чудес? Почему Бог там не помешивается в тяжелую ситуацию жизненных, когда у людей проблемы какие-то? Вот у меня вот такой опыт. Я стараюсь ложиться раньше спать, потому что я рано встаю. И я при том, что вот мой последний такой опыт, он меня очень сильно вдохновляет, я тоже хотел поделиться. Это перед сном я говорю, господи, боже, разбуди меня во столько, во сколько ты хочешь. Раньше я считал таким героизмом, когда я себя наводил в будильник, там, знаешь, там на шесть такой, да что там, на пять наведу, знаешь, с Богом время приведет. Ну, и вроде как, ну, действительно, оно неплохо, да. Ну, а сейчас, когда я молюсь, я говорю, господи, вот во сколько надо ты меня разбуди. И теперь каждый вот шорох ночью я воспринимаю как пробуждение от Бога. Ночью, там, знаешь, кто-то там упал, а что-то там с кровати, там, ребенок ногой толкнул, там, еще что-то. Я понимаю, что Бог меня будет сейчас поговорить с ним. И это бывает в два часа ночи, бывает в четыре часа ночи, по-разному, ну, утра там, да, ближе к пяти. И часто, очень часто, я именно очень рано просыпаюсь. Я когда просыпаюсь, я благодарю Бога за то, что Он меня разбудил, я очень благо посвящаю свою семью Ему там на служение. И вот я стараюсь, как бы жизнь, как бы начинается моя рана. Получилось, раньше я читал Слово Божье, там, около часа, и мне казалось, что это и так подвиг. Сейчас у меня два часа, три часа бывает, я читаю, размышляю, очень много глубоких тем нахожу, и потом в течение дня работы я имею такой прилив сил, от которого я вообще не знаю, откуда он берется, казалось бы. Но при этом мне пораньше надо ложиться спать. И секрет заключается в том, что мне надо в девять стараюсь уже засыпать. Так вот интересно, что как-то раз, вот я около девяти часов ложусь спать, молюсь уже перед сном, говорю, господи, все, спасибо, хороший день, успел потрудиться, по работе, тогда еще бизнесом занимался. И мне такая мысль, тебе нужно позвонить сейчас одному нашему брату из церкви. Я думаю, да как-то поздно уже. Ну, я понимаю, что эта мысль не моя. И я говорю, ну, хорошо, Боже, я сейчас попробую позвонить. Я сам прошу, Боже, дай мне знак. Если сейчас вот я буду звонить, им это, кстати, один из принципов, это обстоятельства. Через обстоятельства Бог отвечает через них. Но это должно совпадать, все три должны совпадать. Я подробнее чуть позже, конечно. Я прошу, Боже, дай мне, пожалуйста, спит, это просто мне мысль такая. Пришла какая-то там шальная, не просто, это не был голос Божий. Потому что я же тоже переживаю, чтобы человеку проблем не создать. И вот я звоню, проходит один гудок, второй, у меня сердце бьется, я уже хочу на третьем ложить трубку, и он берет, алло. Я ему, привет, он мне, привет. Я ему, не знаю, что сказать, я же не знаю, не собирался ему звонить, Бог побуждает. И я говорю, как дела? Он мне говорит, нормально у тебя как? Я говорю, у меня нормально. Думаю, Боже, ну все, уже надо сказать, ну спокойной ночи, как бы, что звонил-то? И мне такая мысль, попроси, тебе нужно с ним встретиться, скажу, что тебе надо с ним встретиться. Я говорю, слушай, мне с тобой встретиться надо как-нибудь. Он говорит, ну давай, как-нибудь встретимся. Я говорю, ну думаю, ну и все, договорились, по сути, как бы, Боже, видишь, что хотел ты себе сделать, что ты побуждал. У меня такая мысль, прямо сегодня надо встретиться. Я говорю, ну как сегодня? Сейчас время уже, десятый час, какое там встречаться? У меня такая мысль, надо прямо сегодня. Я ему говорю, слушай, давай сегодня встретимся. Он говорит, так время уже, десятый час. сторону города. Я еду на машине и всю дорогу задаю вопрос. Боже, что мне с ним, о чем мне с ним говорить? Я приезжаю к нему, он выходит, у него частный дом, выходит меня встречать. Привет, привет. Я говорю, как дела? Он говорит, ну, нормально уже, поговорили об этом. Он говорит, ну, заходи, коль пришел уже, пошли там чайку попьем, садимся чаек пить. Ну, я такой спрашиваю, как там жена, как дети? А он говорит, а ты что, не в курсе? Я говорю, ну, в курсе чего? Он говорит, ну, это вообще все, говорит, сейчас знают. Я же рассказывал, у меня проблема в семье. Я говорю, какая проблема? он уберет ну так получилось что изменил своей жене я изменил она об этом узнала и она на зло мне пошла изменила мне и собрала вещи вышла с ребенком забрала ребенка и ушла и уже мы с ней две недели неделю не живем месть Я говорю, да ты что, как так получилось вообще? Он говорит, да я вообще глупый, совершил, что там вот так вот поступил. Я просил у нее прощения, она на телефон не отвечает, смски не отвечает. Я говорю, слушай, ну давай помолимся вместе об этом еще. Мы вместе с ним помолились. Я говорю, слушай, ну дай мне, ну как бы Богу, боже, что я могу сейчас сделать в этой ситуации? Мне мысль такая, ну возьми у нее телефон, поговори с ней ты. Я попросил телефон, чтобы он мне дал. Он мне дал телефон, мы с ним попрощались. Я говорю, давай будем молиться, чтобы я с ней пообщался, встретился. На следующий день я звоню ей. Я дозвонился, она взяла трубку, я говорю, привет, там, хотелось с тобой встретиться. Она говорит, давай встретимся. Мы с ней встречаемся. Знаешь, я привык, вот в церковь люди приходят, они, ну, как-то, знаешь, скромно одеты, прилично выглядят все. А тут она, знаешь, как вот девушка, которая вышла на охоту, знаешь, она такая накрашенная, юбка такая, как я никогда не видел ее в такой юбке. Знаешь, она еще высокая девушка такая, ну, и она еще юбка такая высокая, ну, как бы очень короткая. В общем, она так разоделась, как вот на дискотеку куда-то. А это она вот такой повседневной жизнью, такой образ жизни, я такой не видел никогда. Я говорю, привет, слушай, вот такая ситуация, хотел с тобой лично пообщаться, может быть, мы где-то можем, ну, посидеть, пообщаться. Она говорит, ну, пойдем здесь рядом, моя сестра живет, я остановилась у нее, посидим, пообщаемся. Ну, пришли к ней домой. Я говорю, знаешь, я хочу тебе рассказать историю. Вот вчера вечером я ложился спать, как обычно, но у меня было побуждение позвонить вот твоему мужу. Ну, и она, знаешь, она такая начала отворачиваться, как-то неудобно вроде бы, я ей рассказываю дальше, что я не знал зачем, я не понимал. И когда я к нему приехал, и он мне сказал, что вы расстались, и рассказал про эти все проблемы, я был просто в шоке. Я говорю, мы с ним молились, я переживал. И ты знаешь, мне вот это большое побуждение рассказать тебе, что Бог нас прощает, и Он нас любит. И я понимаю, что и Он совершил глупость, и ты совершила глупость. Но вам нужно как-то учиться у Христа, прощать друг друга. Мы с ней помолились вместе, она расплакалась, и в итоге через пару дней они восстановили семью. Знаешь, я никогда в жизни бы не догадался перед сном звонить моему другу, ехать к нему в гости, набиваться. Это вообще, ну, это нереально. И я, знаешь, понимаю, что когда Бог что-то имеет о нас планы, или, знаешь, о каком-то из наших членов церкви, о которых мы даже не задумываемся, что у них есть проблемы. Но если мы будем на связи с Богом, Бог сможет нас использовать. Но если я не буду с Богом на связи, если я буду в это время, ну, я не знаю, условно, сидел бы я где-нибудь на дискотеке или в кинотеатре в каком-то, да, то Бог бы навряд ли смог со мной достучаться до моего, ну, скажем так, каменного сердца, который думает о себе. Я думаю, что я лучше выспался бы, да, там, условно, чем делать что-то для Бога. Но Господь, вот Он работает с нами по милости своей таким образом. Слушай, ну, мощно, конечно, мощно. Я не расплакался чисто профессионально, потому что негоже здесь плакать. Трогательная история, честное слово. И, слушай, я вот так вот слушаю и понимаю, что, наверное, сколько тысяч несостоявшихся таких встреч, которые Бог хотел бы, чтобы состоялись, из-за того, что мы с Ним как бы не на связи, да, из-за того, что мы не настроены на волну голоса Божьего. Потому что есть над чем задуматься, мягко говоря. Есть над чем, каждому из нас. Я, если можно, пока вот ты не успел задать следующий вопрос, просто вот в размышлениях, то, о чем ты сказал сейчас, да, на самом деле, вот у меня был такой момент, как у нас Новый год, да, вот сейчас Новый год прошел, все отпраздновали, там, знаешь, как обычно вспоминают, что хорошее, плохое было. Мы своим коллективом как-то однажды собрались, просто он мне так запомнился этот год тем, что вот вместе собравшись, я как руководитель предприятия должен духовную часть какую-то коснуться. Я думаю, ну, надо о чем-то поговорить. Я больше думаю, о чем поговорить нам? Мне такая мысль, задай вопрос. Задай вопрос каждому. Ну, знаешь, не надо отвечать, но просто так, чтобы подумали люди. Сделали ли я все, к чему побуждал меня Бог в этом году? Знаешь, вот я задаю вопрос. Ребят, говорю, знаете, хорошо, год прошел, вроде много чего успели. Вы откликнулись на все побуждения от Бога, когда он вас побуждал? И знаешь, мне самому было стыдно, потому что я не каждый раз откликался. Я где-то оправдывал, что мне там, знаешь, неудобно, где-то там, ну, как-то беспокойно, где-то там кто-то обо мне, может, плохо подумает или кто-то не поймет меня. Я где-то стеснялся говорить о Боге, еще что-то. И знаешь, мне самому было неудобно, но у меня следующая мысль такая. Вот, сынок, вот год подошел к концу, и вам дается второй шанс. Будет следующий год. Постарайся в этом году провести его так, чтобы в конце года, когда тебе зададут, это же вопрос, все ли ты сделал. Ты мог сказать, господи, я все, что мог, сделал. Я понимаю, что вот эта передача, я надеюсь, да, что кто-то вот, услышав ее, поймет, что, слушай, вот сколько, правда, было упущенных возможностей, о которых говорил Олег, да, что может быть действительно тысячи-тысячи путей, когда вот мог Бог провести, таким благословенным оказались бы для каждого человека. И следующий мой год я проживу так, чтобы действительно слышать его. Это же как интересно. Мы хотим, как верующие люди, жить полной жизнью, жить жизнью интересной. И мы где-то там с кафедры слышим или сами декларируем о том, что вот с Богом круче, с Богом классно, интересно. А потом вот так вот однажды останавливаемся и думаем, так вот я верю в Бога, вот чем моя жизнь отличается от жизни обычных людей? Ну окей, я моральный образ жизни веду, хорошо. А вот в плане насыщенности, в плане смысла, в плане глубины, в плане вот таких вот историй, опытов, наверное, очень многие, если остановку такую сделают, то поймут, что пусто, то поймут, что нету насыщенности. Переже чем ты меня перебил, это нормально. Мы договаривались, что можно друг друга перебивать в хорошем смысле. Но вот смотри, а может ли быть такое, что Бог не будет обращаться к какому-то человеку так часто, как, например, к тебе? В каком плане? Может быть, у Бога есть принцип некого избранничества такого, как раньше, были же пророки. Все равно Господь говорил пророку конкретно, а пророк передавал. Были более такие тесные отношения у какого-то человека с Богом, чем у всех остальных. Может ли быть такое, что вот ты сейчас рассказываешь, все там уже мечтают о подобном пережитом опыте с Богом, а в действительности Бог хочет, чтобы… Только со мной общаться. Ну не только с тобой, да, но чтобы вот были те люди, особые такие избранные сосуды, которым Он будет вещать чаще, больше, отчетливее, а остальные пускай живут в вере. Вера в то, что Бог есть, Он слышит, Он принимает, иногда отвечает, но не будет таких ярких опытов. Ну я сразу скажу, ответ правильный, да, как я в это верю и понимаю, что о каждом человеке Бог имеет грандиозные планы. И каждый человек может слышать голос Божий, и Бог в этом заинтересован. И Дух Святой, Он изливается без меры на каждого человека. Но единственным препятствием в этом является сам человек. Готов ли он принять? Готов ли он быть наполненным, как сосуд, да, полностью или частично? И этот выбор каждый человек делает сам лично. Если на основании Библии говорить, да, то у Бога всегда был остаток в остатке. Вот был избранный Богом народ, да, но в этом избранном Божьем народе как раз были те люди, которые хотели понимать волю Божию. Если говорить вот допотопный мир, да, вот допотопный мир был Ной, и Бог говорит, что истреблю эту землю, и вижу только тебя одного и твою семью, да, потому что он смог воспитать в своих детях, да, вот веру в Бога, и когда прошло время, нужно было уничтожить потоп землей, потом от Ной, оказалось бы, от праведного человека, появляются его дети, да, наполняют всю землю. Ну, из них есть только остаток в остатке. Потом Авраам, да, и потом израильский народ, и в израильском народе тоже был только остаток в остатке. И уже сказать вот даже Христа, и взять учеников Христа, и то, и там даже остаток в остатке. Даже не все ученики, Иуда, и тот оказался предателем. Апостолы, когда пошли, то Бог не сказал, что вот ты, апостол, иди, а вы там сидите дома. Он говорит обетование, вот обетование записано в Матфея, 28 глава, там, с 19 стиха, когда он говорит, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их сюда все, что я заповедовал вам. Если бы вот этот принцип не стал работать, если бы каждый думал, что ну пусть только апостолы проповедуют, что там 12 апостолов пусть идут там по миру, то не было проповеди Евангелия так распространена по всему миру. Каждый, слышавший истину, он зажигался Духом Святым и говорил, Господи, вот я, пошли меня. Вот кого мне послать, задает вопрос Господь, да, и каждый человек может сказать, что Господи, как Исаи в свое время, да, вот я, пошли меня. Или другая иллюстрация, мне очень нравится тоже, она такая, когда Христос говорит ученикам, шатвы много, а делателей мало. Это проблема, которая была в то время во дне Иисуса Христа. Решилась ли эта проблема сегодня? Нет. Сегодня вопрос стоит, что готов ли я откликнуться на голос Божий? Для меня это тема такая самая, как скажем, животрепещущая, потому что я понимаю, что сегодня миллионы людей, молодых людей, они погибают несчастными, потому что они думают, что они не состоялись как личности, а Бог приготовил для них потрясающую жизнь. Если они откликнутся на Его голос, они просто будут счастливыми по-настоящему. Вот я на самом деле очень счастливый человек. Я засыпаю счастливым, просыпаюсь счастливым. В моей жизни случайностей нет. Я вижу, как Бог меня четко ведет. Я понимаю, что мне нравится. Ты знаешь, раньше я смотрел фильмы там голливудские какие-то, да, фантастику какую-то, а сегодня моя жизнь. Это большая, знаешь, такая красивая картина, интересная, с опытами, с историями, с такими. Но это каждый человек может достичь. И от него только зависит. Смотри, Виталик, ты был раньше в бизнесе, потом ты почувствовал призыв изменить свою жизнь и стал, ну, скажем так, служителем, миссионером, не гонишься за прибылью. Может ли быть такое, что Дух Святой, Он говорит нечто обратное? Не в том плане, чтобы служитель гнался за прибылью, а в том плане, что если я сейчас, например, пастор, но Бог мне говорит обратное. Послушай, я не хочу, чтобы ты был пастором. Я хочу, чтобы ты был бизнесменом, потому что там у тебя будет успех, ты там будешь показывать другим влиятельным людям, как можно жить с Богом, и плюс ты еще и будешь много жертвовать на проповедь Евангелия. Ну, к примеру. И может ли быть такое, что некоторые пасторы не слышат этот голос, остаются пасторами и больше только там болото коломутят? Ну, я как бы, вот такой вот пример обратный. Потому что обычно все, как говорят, если Бог призывает, то сто процентов кинуть все, что касается там какой-то бытовухи, прибыли, бизнеса. Аскетический образ жизни. Да, и пойти вот как Виталик миссионером, там пастором, спикером, инстаграм-блогером христианских. Может ли быть обратное? Ну, знаешь, конечно же, у Бога есть Божий замысел. Я вот на основании Слова Божьего вижу ответ такой, что вообще как бы в христианстве должно быть две группы людей. Одна группа людей — это которые идут и проповедуют Евангелие, Бог дал им талант в этом, понимание. А другая группа людей, если они не могут иметь такой талант, но они, например, управители Божьи, у них получается бизнес организовать, они могут где-то работать, то они своими средствами должны поддерживать их миссионеров. И вот эта тема как раз для меня, она очень актуальная тема. Ну, следующий вопрос, может быть, коснемся больше подробно. Я просто расскажу много опыта в своих жизни, да? Что когда мы доверяем свои средства Богу, насколько Бог нас еще больше благословляет. У меня есть друзья, очень серьезные бизнесмены, которые имеют серьезные бизнесы, и они понимают, что Бог их призывает на служение. И они свои средства вкладывают в дело Божие. Но они понимают, что Бог действительно доверил этот талант, и они должны нести этот талант и приумножать его. Поэтому с них Бог не спросит, почему они не шли, не занимались полностью евангелизацией. Но при этом Бог обязательно с них спросит, что они делали как личные евангелисты. Вот как они своим ближним, как они проповедовали, своим соседям, сотрудникам. Вот это Бог спросит. То есть каждый человек, он должен быть, ну, как бы принцип Христа, который он сказал, идите научите все, он должен выполнять. Есть один знакомый, тоже бизнесмен интересный, это Радамир Пасер. У него вот есть в Ютубе, можно найти там Радамир Пасер, и он, ну, какой еще такой, ну, серьезный, достаточно богатый человек. У него своя строительная компания в Чехии. Он строил свое здание Microsoft в свое время. Там очень много таких крутых компаний построил. И вот у него, такое есть, знаешь, хобби его, машины дорогие. Вот он там на Бугатте, там на каких-то машинах, у него постоянно там рекорд, там 400 километров в час он там носится. У него есть такие видеоролики есть интересные. Так вот, что интересно, представляешь, директор крупной строительной компании, холдинга. И там его личное как бы такое, ну, скажем так, я не знаю, как это резюме, или что он там подводит. И он говорит, я имею этот бизнес благодаря тому, что Бог меня благословил. Я люблю Иисуса Христа, и он мне дал спасение, и поэтому я хочу помогать там и другим. Ну, в общем, как-то он описывает этот момент. Знаешь, интересно, он проводит мини-евангельские программы. Он собирает своих партнеров-бизнесменов. Он говорит, я хочу с вами изучать библейские уроки. Давайте мы вместе приходим, такое-то время. А его очень сильно уважают люди. Он авторитетный человек. И к нему приезжают там директора банков, директора там крупных заводов. Компании, они вместе изучают Писание. Знаешь, если вот мы каждый как христианин, кто на каком месте находится и начнет задавать вопросы, Боже, вот на своем этом уровне я все сделал. Пришло ли время отряхнуть мне там прагсис с ног и следовать дальше проповедовать, да? Или я, может быть, здесь еще не выполнил миссию. Если мы будем задавать вопрос, Бог обязательно подскажет. И каждому человеку, конечно, нужно задавать вопрос, Боже, на том ли я месте, где ты хочешь меня видеть. И Бог обязательно подскажет. Супер. Давай потихонечку подведите итоги. Очень интересная беседа. Оставим еще эту энергию, этот пыл и на другой выпуск. Смотри, хотелось бы еще раз коснуться принципов. Давай подчеркнем, это Слово Божье. Нужно исследовать Слово Божье и сравнивать все с ним. Второй принцип — это быть чутким к влиянию Духа Святого, к голосу Духа Святого, который говорит «через совесть». Мы говорили, для этого одно из это нужно лишнее убрать из своей жизни, что отвлекает. Возможно, есть что-то еще, что мы не сказали. Да, третий пункт, мы как раз о нем уже говорили, но его не выделяли сильно, это обстоятельства. То есть вот как раз важность понимания, вот как раз мы этот предмет изучаем и говорим о том, что важно, чтобы не что-то одно выпало или два что-то, а совпало все три пункта. То есть впечатление Духа Святого, Писание Слова Божье и обстоятельства. И если они совпадают все вместе, значит это большой процент того, что это точно Бог говорит. Потому что есть еще определенные принципы. Есть принципы, например, духовные люди, которые имеют опыт в этом видении служения какого-то, либо пастора, либо в служении, например, санаториев. Вот я занимаюсь санаториями. Я имею опыт в этом. И когда Бог мне через таких вот людей, которые тоже в свое время мне помогали, именно те люди, которые в этой сфере давно работают, они посвященные, советую с ними, они дают мне ответ. То есть через советую с друзьями. Но вот эти три основных, это самое главное. Если человек вот это не выполняется, то дальше он четче увидеть будет руку Божьей, он будет понимать. Но опять же я хочу напомнить, даже все-таки вот такой момент коснуться его, что имеет ли Бог планы о каждом человеке, хорошие планы. И для меня, опять же, авторитетным является Слово Божье. Я хотел бы прочитать, Иеремия, 29 глава, 11-13 стихи, с 11-13. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». То есть Бог заверяет нас о том, что Он заинтересован в нашем благополучии. Вот мне очень хочется, чтобы наши зрители, они поняли, что Богу не безразлична наша жизнь, Он очень заинтересован. Но есть условия. «Я имею намерение во благо для тебя, я имею прекрасный план для тебя, но готовлю ты покориться этому». И мне очень тоже нравится, очень интересная цитата, это Божий человек написал. «План Божий состоит в том, чтобы в ответ на наши с верой вознесенные молитвы давать нам то, чего Он не дал бы, не обратись мы к Нему». Знаешь, вот такой момент, это как вот с родителями. Если ребенок, например, что-то делает, и родитель в это время видит и хочет помочь, а ребенок ему говорит, «Не, подожди, я сам справлюсь». Ну, справляйся сам. Или наступает момент, когда ребенок говорит, «Папа, помоги мне», или «Мама, помоги мне», то родители с радостью откликаются. Вот это тоже самый принцип учит нас Господь, что если у нас есть какие-то моменты, мы должны как с близкими, родными, друзьями всегда говорить о наших проблемах. То есть молитва — это не просто, тоже мы как-то не коснулись, может, этого момента, что общение с Богом происходит посредством молитвы. И если у нас молитва, что такое молитва? Это же не заученные фразы. Богу не нужны там рассказы, сказочки, стихи, чтобы мы рассказывали одно и то же ему в разговоре. Можем для себя учить стихи, у меня какая-то там в депрессии состояние какое-то начинается, что-то депрессионное. Хотя я скажу, что вот когда я принял Христа как своего спасителя и полностью посвятил свою жизнь ему, когда я начал, убрал все шумы, я забыл, что такое депрессия. Я не знаю, может быть, это я такой особенный счастливчик, но мне кажется, что вот мои друзья, которые вот близкие мои, такие тоже живут по подобным образом жизни, нет у них депрессии, знаешь. А я сегодня понимаю, что депрессии захлёстывают люди. Почему? Они смотрят, знаешь, как-то вот дьявол искусственно создаёт такую, знаешь, мишуру в этом мире, что якобы там лучше, чем без Бога жить. А по факту получается, человек, который пытается так жить, у него постоянное состояние неудовлетворённости. Я жил так раньше, а сегодня я испытываю радость постоянную, и даже если что-то у меня не получается, я понимаю, значит, Бог контролирует. Любящим Бога, признанным по изволению, всё содействует ко благу. Вот этот вот момент, это такое обетование, за которое я держусь, скажем так, и зубами, и руками, потому что я понимаю, что если я доверил свою жизнь Богу, то случайностей не будет. А если в моей жизни какие-то трагедии даже происходят, случайностей не будет. А те люди, которые не доверили свою жизнь Богу, которые не задают ему вопросы, не изучают его слова, не молятся ему, в их жизни будут случайности. Случайная смерть, случайная болезнь, случайная проблема, потому что дьявол ненавидит людей, он хочет их уничтожить. И если человек доверил свою жизнь Богу, тогда Бог контролирует. Он им как бы передаёт, человек право Богу, доверяет ему, говорит, Боже, ты управляй, я полностью доверил, И даже если что-то произойдет, я буду знать, что ты контролируешь этот процесс. И это дает надежду и уверенность. Супер, супер, Виталик. Спасибо тебе огромное. Мы потихонечку будем готовиться к нашему новому выпуску. Он, кстати, будет о чудесах, не пропустите, будет невероятно интересно. Но сейчас, напоследок, пожалуйста, скажи несколько слов от себя, пожелания нашим зрителям. Вот эту камеру, пожалуйста. Хорошо, спасибо, да, спасибо, Олеж. Знаете, друзья, для меня, как верующего человека, хотелось бы вам пожелать самого главного. Но слышание голоса Божьего – это очень важно. Чудеса в жизни – это очень важно. Но цель – услышать голос Божий относительно каждого человека. И вот я бы хотел закончить именно текстом из Евангелия Теоанна, 3 глава, 16-17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Свою в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасен был через Него мир». Друзья, знаете, Бог любит вас, Он имеет о вас грандиозные планы. Он сделал все, чтобы вы были спасены. Ваша задача только принять Его, поверить Ему. И вот эти шаги, о чем мы говорили, практической жизни начать использовать. Пусть Господь вас благословит, пусть у вас больше будет чудесных опытов с Богом, чтобы вы слышали Его голос и откликались на Него. Что же, дорогой друг, тебе решать, хочешь ли ты слышать голос Божий в своей жизни, либо же для тебя важнее то, что предлагает нам этот мир. Каждый из нас решает. Конечно же, так бы хотелось, чтобы каждый почувствовал, осознал и прожил то, что Господь приготовил для каждого из нас. Это лучший путь, мы в это верим. Друзья, делитесь этим видео с вашими друзьями, если оно показалось вам важным, полезным и интересным. Помогите Ютубу продвинуть этот ролик, поставьте ему лайк, не пожалеете этой секунды времени. Ну и, конечно же, мы ждем ваши комментарии, родные. Ждем комментарии, с чем вы согласны, с чем нет, что вас особенно зацепило. Делитесь опытами своими также в комментариях, нам будет интересно это прочитать. Ну и подписывайтесь на канал впереди, все самое интересное. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!